У нас с тобой сегодня очень простые рецепты, но мне кажется, что вот в этой простоте как раз, вот знаешь, иногда хочется на кухне побольше времени провести, а иногда вот прям важно, чтобы все было быстро, но это не значит, что должно быть невкусно или неэффектно, правда? И вот, например, вот такие, смотри, свиные у меня котлетки на косточке. Сейчас будем делать маринад в таком восточном стиле. Я натираю, видишь, цедру лайма, и мне нужен будет сок лайма. Такой маринад, он подойдет не только для мяса, он подойдет для птиц, он подойдет для рыбы. Здесь все, что нам нужно, это очень яркие, сильные вкусы, которые любое нейтральное сладковатое мясо, да, ну или там рыбу сделает яркой. И вот теперь у нас в стране лаймы, они, конечно, к нам не растут, приезжают к нам издалека, поэтому вот такая есть маленькая хитрость, немножко лайм вот так помять, и тогда он становится более сочный. И дальше я выдавливаю к цедре. В зависимости от того, какое количество мяса ты будешь готовить, для маринада мне нужно так, чтобы получилось, знаешь, вот у меня здесь 6 кусочков, 6 котлеток, значит, мне нужно, чтобы получилось где-то так 50-60 миллилитров сока лайма. Теперь чеснок. Чеснок и имбирь. Вот, собственно говоря, это уже такая восточная композиция, которая может стать основой для любого совершенно маринада, если тебе хочется иметь его с восточным вкусом. Чеснок раздавила и измельчила. Сюда же. Любая кислота, вот такая цитрусовая, она помогает мясу стать мягче. Самое главное, чтобы не держать в этом маринаде мясо слишком долго. Вот в данном случае при комнатной температуре полчаса, и нам этого будет достаточно. Немножко перчика чили. Мы еще будем добавлять перец чили в заправку к манго, который будем подавать к этому мясу. Теперь я натираю корешок имбиря. Где-то мне нужна столовая ложка натертого имбиря. После того, как мы добавили сюда имбирь. Добавляю масло, желательно, чтобы это масло было яркое по вкусу, 2-3 столовые ложки. Вот, получился у нас вот такой замечательный маринад. И теперь в этот маринад мы отправляем мясо. Каждый кусочек желательно вот так пропитать. Заметьте, я не солила и не перчила. Мы это сделаем уже потом в конце. Сейчас наша задача, видишь, как хорошо маринад вот так вот. Оп-ля. Мясо пропитывает. Вот таким вот образом. Искупали все кусочки мяса. И, как я уже сказала, оставляем его мариноваться при комнатной температуре. Пока мясо маринуется, будем с тобой готовить пирог. Что делают профессиональные кондитеры? Первым делом они готовят форму для выпечки. Для того, чтобы уже, когда все тесто готово, раз, и форма у тебя тоже подготовлена. Мы готовим с тобой такой пирог, который, в принципе, в народе называется шарлотка. Тесто такое сливочное, ароматное, нежное. Ну и начинка тоже. Но начинка не яблочная. Мы привыкли к тому, что у нас шарлотка обычно, да, яблочная, но иногда с грушами. А мы с тобой будем делать начинку из персиков и ягод. Конечно, можно сделать этот же пирог и с яблоками, и с грушами, да и вообще с любыми совершенно фруктами, которые сейчас еще в сезоне. Персики я нарезаю дольками, не очень тонко. Они должны составить вот такой вот хороший слой у нас вот так вот в форме. Два среднего размера персика вполне подойдет. Можно, конечно, ограничиться только персиками, но мы с тобой обязательно должны добавить малину, потому что я настаиваю. Это очень вкусно и очень ароматно. Вот малина. Где-то около 200 граммов, 150-200 граммов. В данном случае, чтобы было не кисло, я предлагаю немножко сахара, совсем чуть-чуть. С одной стороны, это добавит немножко сладости в нашу начинку. Это как бы начинка для нашей шарлотки получается сейчас, да. А с другой стороны, вот при добавлении сахара ягоды начнут отдавать свой сок охотней. В принципе, столовая ложка сахара больше не надо. Отставляю в сторону, недалеко, потому что тесто делается очень быстро. Что нам нужно? Нам нужно взять форму. Сразу взвешу муку. Вот эта мука высшего сорта, она не только соответствует всем ГОСТам, но самое главное, благодаря особенной технологии, эта мука очень воздушная, очень нежная, пышная, и выпечка поэтому получается такая же нежная, воздушная и пышная. Я беру 100 граммов этой муки. Добавлять ее буду немножко позже, да. Еще мне нужно сразу же, наверное, вот такой стакан удобнее мне подойдет. В этот стакан я добавляю сливочное масло. Посмотри, какое оно замечательное, оно совершенно не тает, держит форму, и при этом так пахнет прямо сливками. Вот мне нужно сюда 120 граммов такого масла. Дальше 150 граммов сахара. И начинаю, добавляю сахар прямо целиком весь к маслу. Начинаем взбивать. Даю возможность немножко посветлеть нашей сливочно-сахарной массе. И начинаю добавлять сюда яйца. Если яйца крупные, то два яйца. Если яйца не очень крупные, то можно добавить два с половиной-три. У меня среднего размера яйца, поэтому я думаю, что мне нужно будет три яйца сюда добавить. После каждого добавления обязательно как следует все взбить, соединить, потому что от этого зависит, будет пышность нашего пирога. Видишь, какая прекрасная пышная масса? Как она здорово увеличилась в объеме. Последнее яйцо я добавляю. А вот теперь вообще один небольшой секрет для выпечки шарлотки. Шарлотка действительно очень простой рецепт всегда, но она не всегда получается пышной. Вот чтобы она получилась пышной, тебе необходимо взять вот такой разрыхлитель, как у меня. Этот еще и к тому же с шафраном. А это значит, что и цвет будет золотистый, и аромат нежно-шафрановый, который, соединяясь с персиком и с малиной, дает такую комбинацию фантастическую. Поэтому чайную ложку такого разрыхлителя я добавляю к муке. И вот тут уже наша пышность гарантирована на 150%, даже не на 100%. Сюда же я добавляю измельченный фундук. Здесь у меня 150 граммов измельченного фундука. А вообще любой орех подойдет. Ну, наверное, грецкий не очень, потому что из него сложно будет сделать в домашних условиях вот такую муку, потому что он очень жирный. А вот миндаль, миндаль, фундук, вот здесь они будут просто идеальны. Соль непременно, щепотка соли, где-то четверть чайной ложки, для правильного баланса, для того, чтобы не было приторно, чтобы сахар немножко оттенить. Ну и вот теперь то, что мы здесь так здорово взбили, соединяем с сухими ингредиентами. Это не какой-то там праздничный пирог. Это вот, я бы сказала, самый простой в исполнении, но при этом он может быть совершенно неожиданным. Вот благодаря, например, добавленному сюда в разрыхлителе шафрану. Все соединили вымешивали. Цыка, какая красота. Да, легкое такое. Легкое воздушное тесто, сливочное. Это вот прямо видно по нему. И все, все, что нам нужно теперь, нам нужно сделать таким образом, чтобы у нас получился корж, который будет, с одной стороны, создавать защиту для наших персиков и малины, а с другой стороны, снизу он будет пропитываться тем соком, который при тепловой обработке персики и малина будут отдавать. Разровняли. Ну, желательно, чтобы это было, конечно, произошло равномерно, но я тебе хочу сказать, когда тесто такое сливочное, оно само потом свою форму находит уже в духовке. И вот таким образом у нас подготовленная уже форма для того, чтобы отправиться в духовку. Температура 180 градусов при режиме горячий воздух. Все, поехали. Время пошло 45-50 минут. Нам нужно выпекать этот пирог. Ну, мы сами увидим с тобой, когда он будет пышный, воздушный, золотистый. А мы теперь с тобой будем готовить фасоль. Вот посмотри, пожалуйста, я хочу тебе показать. Вот здесь у меня фасоль отваренная. Я ее варила с добавлением, естественно, без соли, но сюда был добавлен помидор, палочка сельдерея, немножко лука порея, можно добавить лавровый лист. Самое главное не солить, потому что от этого, от соли, фасоль грубеет. А вот посмотри, какая фасоль, вот она в сухом виде, значит, да, во-первых, она отборная. Посмотри, какая она красивая, да, прям на жемчик похожая, да, прямо одна к одной. То есть действительно очень качественный продукт. Но качественный он еще и потому, что он полезный. Она богата калием, кальцием, магнием, вообще огромное количество микроэлементов, не говоря уж о том, что это просто растительный аналог мяса. В ней большое количество и клетчатки, и белка. Вот я теперь к этой фасоли, которую я отварила заранее, режу лук, много лука. Вообще фасоль очень любит и дружит и с пряностями, и со специями, и с овощами разнообразными, с маслом. Оливковое масло, оно вообще идеально не только для жарки, для того, чтобы на его основе делать майонез, или использовать его для фритюра. Но еще и вот как раз благодаря тому, что оно такое нежное и очень мягкое по вкусу, идеально подойдет для того, чтобы обжарить на нем лук сначала. Лук не обязательно должен быть красным. Я беру красный, потому что он чуть послаще, но он мне просто под руку попался. Можно взять обычный белый репчатый лук. Можно взять лук-порей. Будет еще нежнее. Вот видишь, какой запах идет, вот как раз от сочетания этого масла с луком. Фантастически просто пахнет. Пока лук обжаривается, именно в такой последовательности нам с тобой нужно поступать. Сначала лук, потом пару зубчиков чеснока вот такими тоненькими лепестками. Потому что если мы чеснок добавим сразу с луком, чеснок уже будет готов, а потом даже, не дай бог, начнет гореть, а лук все еще будет доходить до своей правильной кондиции, до готовности. Поэтому чеснок мы добавляем чуть позже, чем лук. Посмотрим, как тут наш лук. Ну вот, как только лук становится прозрачным, видишь, он меняет свой цвет. Мы сразу понимаем. Пора. Можно добавлять чеснок. Так, вот теперь очень важно в этот момент посолить, потому что фасоль у нас не соленая, и лук с чесноком соль тоже любят, поэтому нам нужно, мы сейчас создаем как бы соус для нашей фасоли, и соль здесь очень важна. Оставляем ненадолго лук с чесноком на невысоком огне, а мы тут с тобой, вот как раз фасоль, кстати, очень любит ароматы копчености. Вот у меня здесь такое сало с прослойкой, можно взять бекон, итальянцы бы наверняка взяли панчетту для такого рецепта. То есть у нас у каждого, у каждого народа вообще есть такое вкусное понимание о том, как нужно заготавливать свинину. Так, добавляю кусочки тонко нарезанного сала с прослойками, грудинка такая. Теперь нам нужно, чтобы вот эта копченость перешла в наш соус, и чтобы у нас лук стал слегка золотистым, ни в коем случае не оставаясь хрустящим и сырым. Как раз тот момент, когда мы добавляем сюда томаты в собственном соку. Это уже рубленые томаты, сладкие, сочные, без кожуры. И как только добавили томаты, можно еще немножко соли добавить и перца для аромата. А вот теперь самое время добавлять фасоль. Ты видишь, какая красота получается? Ну, кроме того, что это вкусно, это еще и очень полезно. Даем фасоли познакомиться со всеми новыми друзьями в сковороде, чтобы температура у всех этих ингредиентов была одинаковой, то есть, чтобы фасоль прогрелась. Для того, чтобы это было еще нежнее, я бы сказала, даже ярче, 3-4 столовые ложки сливок. И опять на медленном огне немножечко томим. Практически готово. Я хочу добавить сюда немножко базилика, который нам всю эту историю немножко взбодрит. Потому что базилик действительно очень здорово освежает и делает аромат таким более, я бы сказала, летним, весенним и более ярким. Не таким ровным, как сейчас. Все, что у нас находится там, все очень ровно. Ну и потом базилик очень здорово, конечно, дружит с помидорами. А, посмотри. Да. Вот красота. Да. Ну, любая зелень. Если ты не любишь базилик, петрушка, мята, может быть, интересно, тархун напомнит сразу нечто такое кавказское. Поэтому вот. Фасоль у нас готова как аккомпанемент к основному блюду, к мясу. Я ее просто оставляю под крышкой, чтобы она напитывалась вот всеми теми ароматами, которые мы создали здесь сейчас в сковороде. А вот это нам нужно с тобой, чтобы обжаривать наше мясо. Я беру такую тяжелую, видишь, сковороду, добавляю сюда масло. И по паре кусков, для того, чтобы с каждой стороны мясо было хорошо прожарено, зажарено, добавляю вот сюда. Минут по 5-7 с каждой стороны обжариваем. При этом нужно приготовить какую-нибудь тарелку, куда мы будем снимать это мясо, перекладывать. Прежде чем мы его потом будем доводить до готовности, немножко мы его потушим. Ну а пока мясо у нас жарится, я предлагаю к нему измельчить манго. Беру манго, вот смотри, такой спелый, красивый, экзотический фрукт. Нужен он мне, чтобы поддержать вот эту историю экзотического рецепта свиных этих котлеток. Я манго нарезаю так, чтобы получились вот такие квадратики. И тогда очень легко его можно очистить. Можно порезать дольками. Тут вообще, в принципе, как тебе нравится, так и подавать. Это нарезка, по большому счету, конечно же, на вкус практически не влияет. Но мне кажется, что вот такими кусочками получается почти салат такой, знаешь, свежий. Очень хороший аккомпанемент для того, чтобы вот само мясо, вот фасоли, она такая уютная, насыщенная, мясо такое в восточном соусе, сладковатое, интересное. Не забываем, кстати, про него. Переворачиваем. Теперь сюда же я добавляю, вот тут у меня остался еще кусочек имбиря. Так. Натираю сюда имбирь. У меня очень сладкая манго. Я купила вчера, одну прям даже целиком сразу съела, прям повезло, спелая и сладкая. Если манго не очень сладкая, может быть, не совсем оно еще поспевшее, добавь сюда чайную ложку сахара, и все будет прекрасно. Я не добавляю, потому что, как уже сказала, все и так хорошо. А вот цедра и сок лайма, цедра и для цвета, и для аромата, посмотри, какой красивый цвет. Снимаю первые две обжаренные. О, что ли, какая красота. Да. Но, естественно, свинину мы доводим до готовности. Мы ее не оставляем, как говядину или баранину, можем оставить там кровью или полусырой, ни в коем случае. Свинина должна быть готова абсолютно. Теперь сок. Ну и когда мы говорим о кухне восточной, да, тайской, вьетнамской, китайской, мы не можем обойтись без употребления перца чили. Но в данном случае, конечно же, все зависит от твоих вкусовых предпочтений. Можно, конечно, без него обойтись, но мне кажется, вот эта горчинка, вот эта острота, она здесь необходима. Во-первых, с одной стороны, чтобы компенсировать сладость манго и оттенить вот эту свежесть всего, ну, очень здорово чили работает. Ну, и потом, я просто вообще действительно люблю острую еду, но еще она хороша, чтобы разжигать. И пить небольшой зубчик чеснока, тоненькими лепестками тоже сюда отправляю. Ну, и что было бы хорошо? Либо мята, либо кинза. Это вот как раз те самые, еще зеленый лук неплохо, те самые травки, которые не только в кавказской кухне используются, но и в восточной. Красота, правда? Мелко рубленая кинза. Ну, и это еще не все, потому что для того, чтобы все это соединилось, чтобы все ингредиенты стали друг другу родными, нужно добавить немножко горчицы с зернами. Она не должна быть слишком ядреная, именно вот такая с зернами подойдет. Вот такая чайная ложка с горкой и соединит вот эту всю красоту нам в одном. Чуть-чуть соли. И никакого масла я не добавляю. Это вот так уже и есть само по себе красота, правда? Отставила в сторону. Очень быстро у нас получается теперь корочка. И вот этот вот нижний слой уже можно сразу добавляем. Те, которые были обжаренные. Так. Со всеми стоками. И добавляем маринад. Но и это еще не все. Немножко вина. Уменьшаем огонь. Накрываем все это крышкой. И доводим до готовности. Минут 20 и все у нас будет готово. Теперь мы можем уже сказать, что наш обед практически готов. Можно кричать громким голосом всем к столу. Посмотри, какая фасоль. Она и сама-то по себе может стать королевой, я бы сказала, воскресного обеда. Но при добавлении вот такого мяса все получается еще интереснее. Посмотри. Красота. Обязательно нужно убедиться в том, что мясо у нас с тобой не сырое ни в коем случае. Что оно готово абсолютно совершенно. И вот к этому мясу Манго. Красота же. Ну, посмотри. Ароматно, ярко. Нарядно, необычно. И очень просто. Но и это еще не все. Сюрприз для сладкоежек. Вынимаем из духовки. Посмотри. Как раз. Вот он, нежный. Как раз то, о чем я тебе говорила. Видишь, какой он воздушный. Вот. И абсолютно сухая зубочистка. На всякий случай я проверяю. Всегда. Вынимаем. Конечно, для того, чтобы красиво вынуть из формы, Шарлотка должна немножечко остыть. Но мы с тобой всегда нетерпеливы, поэтому я тебе покажу ее чудесные края с ягодами и фруктами. Непременно буду ее присыпать сахарной пудрой. Сейчас присыплю, чтобы хотя бы была уже у тебя идея о том, как это должно выглядеть. Конечно, когда присыпаешь Шарлотку теплой, любую выпечку теплой сахарной пудры, то часть сахарной пудры обязательно впитывается, но часть все равно может остаться сохраниться. Вот так. Украшать можно ягодами, кусочками персика, подавать со взбитыми сливками, шариком ванильного мороженого, ну или просто так с чаем, с кофе с удовольствием. Ну вот, обед на столе. Кричим громко всех к столу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова